В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Никто не забыт, в нашем городе почтили память погибших в Афганистане. Более 150 студентов со всей страны в Саровском политехе прошли музруковские чтения. Песни блины и сжигания чучела, как саровчане отметили Масленицу. Далее расскажем обо всем подробно. Семиэтажный дом или благоустройство квартала и расширение пешеходной зоны. В администрации представили проект по планировке участка между улицами Менделеева и Суворова на месте старой наркологии. Напомним, медвотрезвитель не работает уже более 10 лет, и о его сносе было объявлено летом прошлого года. Согласно проекту, на месте одноэтажного здания планируют построить многоэтажный дом общей площадью более 3000 квадратных метров. На цокольном этаже разместят помещение общественного назначения. Также предусмотрено строительство сквозного проезда от улицы Суворова в районе дома номер 4 до улицы Менделеева. Но пока это только проект, и, как показал опрос, отношение к нему у горожан весьма неоднозначное. Жилой дом нет, мне кажется, ни к чему. Ну куда уже лепить, посмотрите сами. Нет. Я против жилого дома. Мне кажется, в городе достаточно жилья, его очень много, и уже избыток. Потому что половина новых домов, они просто пустые. Хочется какую-то такую площадку, чтобы могли люди из этих домов, из любой прилижающей территории, хотя бы немножко посидеть в сквере. Фонтан, может быть, еще один. Ну, во-первых, сначала вот эти раз снести надо. Потому что будет центр строиться, как бы. Ну, на мой взгляд, неврязанно здесь дом строить. Да и не нужно тут. Деревья, деревья, деревья сносят, сажайте больше деревьев. Ну, наверное, какой-нибудь центр, даже, может быть, для пожилых. Да, потому что у нас нету таких вот центров, чтобы могли пожилые люди прийти отдохнуть, даже хотя бы посидеть со своим сверстниками. Что появится на месте бывшего медвотрезвителя, решать только вам. Высказать свои пожелания приглашают всех желающих. Общественные обсуждения пройдут 21 февраля в здании администрации. Кабинет 322. Начало в 17.20. К другим новостям. Война, которая длилась 10 лет, миллионы сломанных судеб, более 15 тысяч потерянных жизней. Сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести. По всей России прошли митинги памяти погибшим в Афганистане. Это уже 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Ветераны боевых действий, родственники тех, кто прошел пекло Афганистана, и юные поколения саровчан, которые знают об этой войне из учебников истории, пришли почтить память тех, кто уже никогда не вернется домой. 90 человек из нашего города участвовали в боевых действиях в Афганистане. Именно трех из них высечены на гранитной плите. Я хочу пожелать тем, кто остался, донести до молодежи ваш порыв, ваш патриотизм и осознание того, что вы сделали великое большое дело. Война закончилась потерей 15 тысяч советских солдат. Более 53 тысяч человек получили ранения. Около 400 воинов пропали без вести. Войска Советского Союза были выведены из Афганистана почти 30 лет назад. Но боль потерь до сих пор не утихает. Уражаем вам глубокой признательностью и низкий поклон за то, что вы выполнили с честью свой воинский долг перед нашим народом, перед нашей Родиной. В нашей памяти должны оставаться вы вечно. Память тех, кто честно и мужественно выполнил свой воинский долг, почтили минуты молчания. Митинг закончился возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Хоккейный клуб Саров продолжает радовать болельщиков. Наши спортсмены в минувшую субботу одолели команду «Нефтяник». Основное время матча закончилось со счетом 2-2. Выявить сильнейшего не удалось и в овертайме. Все решила серия после матчевых бросков. Итоговый счет 3-2 в пользу нашей дружины. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 марта саровчанин смогут записаться на забор анализов крови через интернет. Сделать это можно будет на официальном портале пациента. Напомним, в настоящее время образцы крови берут в процедурном кабинете первой поликлиники. Забор проводится из вены одномоментно на любое количество анализов. Саровчанка стала бронзовым призером Олимпийских игр. В минувшую субботу женская сборная России в составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой и Анны Нечаевской заняла третье место в эстафете 4 по 5 километров. После выступления Анастасия Седова рассказала журналистам, что каждый из лыжниц просто сделал свое дело. И эти бронзовые медали – очередное доказательство того, что в России есть женский лыжный спорт. На этой неделе Нижегородская область ждет похолодание. Самыми морозными днями станут четверг и пятница, когда температура воздуха упадет до 15 градусов ниже 0 в дневные часы. Ночью столбики термометра опустятся до 20 градусов мороза. По словам синоптиков, полноценное потепление придет в регион с середины марта. До начала дачного сезона еще далеко, но некоторые садоводы-любители начинают готовиться к нему заранее. В дежурную часть УВД поступило заявление от саровчанина, с дачного участка которого пропал забор. 18 оцинкованных листов были похищены злоумышленниками при невыясненных обстоятельствах. Своего имущества лишились и двое владельцев автомобилей. За одну ночь из припаркованных на одной улице машин пропали ценные вещи. Чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Человека, который уже в преклонном возрасте столкнулся с онлайн-сервисами, операторами сотовой связи и прочими современными технологиями, ввести в заблуждение проще простого. Этим и пользуются мошенники. На мобильный телефон саровчанки поступил звонок от сотрудника сотовой компании. Сообщили информацию о том, что ей ошибочно была подключена услуга, за которую она платить не должна была. После чего сказали, что мы готовы вам вернуть денежные средства, просим вас указать номер карты, нам ничего не надо, просто подойдите к банкомату. Затем пенсионерки продиктовали ряд операций, после которых якобы произойдет возврат денег за неправильно подключенную услугу. На деле оказалось, что женщина просто-напросто привязала к своей карте еще один номер телефона. И с помощью мобильного банка преступники без труда воспользовались деньгами потерпевшей. С использованием вот этого подключенного номера телефона, денежные средства с ее банковской карты в размере 2845 рублей были переведены на неустановленный счет. Опомнилась, стала звонить, и остальную сумму заблокировали. Банк заблокировался в связи с проведением подозрительной операции. Система безопасности банка вовремя спасла от потери крупной суммы денег еще одну саровчанку. Женщина дала объявление о сдаче недвижимости в аренду. Желающие снимать однокомнатную квартиру нашлись быстро. Ими оказались мошенники. Под видом военнослужащего преступник без проблем согласился внести пенсионерке предоплату в размере 16 тысяч рублей. Через некоторое время он перезвонит бабушке и говорит, бабушка, я тебе отправил там 16 тысяч рублей, ты там в банкомату подойди, сними денежные средства. Бабушка пошла снимать 16 тысяч рублей с карты. Потом он перезвонит, бабушка, извините, я вам отправил не 16 тысяч рублей, у меня что-то с телефоном там по проблеме. Я отправил 48 тысяч рублей. Но так как у меня сейчас карты проблемы возникли, вы положите их мне на номер сотого телефона. К счастью, отправить все деньги мошенникам саровчанке не удалось. Операция не прошла через банкомат, а на счет преступников поступило лишь 4800 рублей. С 19 по 25 февраля по всей области пройдет операция «Мошенник». Полицейские еще раз напомнят о правилах, следуя которым можно избежать общения с преступниками. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Вот уже четвертый год подряд в Саровском политехническом техникуме проходят музруковские чтения. И каждый раз они собирают все больше участников. В этом году научно-инженерное состязание приобрело статус всероссийского. И в нем приняло участие более 150 студентов из регионов Нижегородской области, Москвы, Подмосковья, Снежинска и даже Астрахани. Шанин Максим еще в школе решил, его будущая профессия должна быть рабочей. Двигаясь к своей цели, после 9 класса он покинул школу и уже второй год учится в стенах Саровского политехнического техникума. Его работа магнитной жидкости на музруковских чтениях получила самую высокую оценку. Магнитная жидкость – это, как сказать, вещество аморфное, жидкое, которое обладает свойством магнита. То есть может притягиваться, отталкиваться. И абсолютно герметичное. То есть как раз можно использовать вместо подшипников. Ради победы ему пришлось провести сотни опытов с различными веществами, пока результат не удовлетворил его. Состав раскрывать не стал. Это секрет. Вместе с Максимом на сцену для награждения поднимались учащиеся технических вузов, техникумов, лицеев и колледжей со всей страны. Это возможность обменяться опытом, научиться, показать свои исследовательские работы, приобрести какие-то навыки. Ребята представляют свои работы в разных направлениях. Машинстроение, приборостроение, энергетика, математика и физика. Конкуренция на чтениях была чрезвычайно высокой. Со своими проектами приехали сильнейшие ребята своих учебных заведений. Но почти в каждой номинации в числе победителей стояли студенты нашего города. Мы техникум, и мы на многое способны, мы достойны, и мы сегодня это доказали. По признанию организаторов, для подобных состязаний всероссийский уровень не предел. В следующем году преподаватели и студенты СПТ в научной борьбе могут столкнуться с ребятами из других стран. А это открывает для участников и победителей совсем другие горизонты в будущем. Кирилл Васильев, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СРОВ-24. Народные гуляния, танцы, песни и, конечно, главное лакомство – блины. Масленица – один из самых шумных и любимых праздников в России. По традиции, проводы зимы проходили сразу на нескольких площадках города. В 15-м микрорайоне развлекательную программу для саровчан подготовил Центр внешкольной работы совместно с депутатами Городской думы. Всех гостей ждали приятные сюрпризы. Проводы русской зимы саровчане отметили с размахом. На опушке между улицами Березовой и Раменской собралось большое количество детей и взрослых. И это неудивительно. Масленица считается одним из самых веселых праздников зимы. И с каждым годом в последние дни масленичной недели организаторы стараются подготовить для жителей что-то новое и интересное. Эти традиции очень важны для нашей молодежи и надо сохранять эту традицию и воспитывать нашу молодежь именно духовно-нравственно. На импровизированной сцене выступали творческие коллективы с песнями, плясками и традиционными масленичными потешками. Саровчане смогли не только насладиться выступлениями коллективов, но и поучаствовать в различных конкурсах на меткость, стойкость и силу. Пройдя все испытания, самым активным под аплодисменты зрителей вручили памятные подарки. Из года в год придумываем что-то более, чтобы было насыщенно, более интересно. Чтобы людей все больше и больше привлекать, чтобы было занятно и интересно. Бесплатный чай, вкусные блины и полевая кухня стали еще одним приятным атрибутом праздника. Каждый гость успел по нескольку раз попробовать то или иное блюдо. И, как признаются сами жители, масленица в этом году удалась на славу. Все нравится, обстановка сама очень такая благоприятная. Игры, конкурсы, танцы, все хорошо, все замечательно. Все здорово, нам все понравилось. Мы уже успели поучаствовать в разных играх и выступить. Пришли, очень понравилось. Попробовали уже кашу, блины, шашлык, очень даже все вкусно. Поучаствовали в конкурсах, на ватрушках покатались. Также на протяжении всего праздника у горожан была уникальная возможность сфотографироваться у пожарной техники и увидеть выступление настоящего военного оркестра. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Вот уже на протяжении 15 лет Атом охрана обеспечивает порядок и пропускной режим на объектах ядерного центра. В структуру отраслевой охранной компании входят 7 филиалов, представители которых приехали в наш город, чтобы принять участие в зимней спартакиаде. По соревноваться в стрельбе, лыжной гонке и шахматах приехали спортсмены-любители из Железногорска, Северска, Соснового Бора, Электростали, Озерска и Новоуральска. Яркое зимнее солнце и мороз встречали участников спартакиада на лыжной базе. Начались спортивные баталии с лыжных гонок в индивидуальном зачете. Небольшая разминка и вот уже первые спортсмены, набирая скорость, легко поскользили по лыжне. Все настроены на победу, дух боевой, а победит пусть сильнейший. Удачи вам! В рамках зимней спартакиады в нашем городе встретились 35 сотрудников атомоохраны. За победу боролись спортсмены из Красноярского, края Московской, Ленинградской областей и других регионов России. А соревнования – это проверка себя, общение с коллективом, бодрость духа, эмоциональный подъем. Сотрудники предприятия боролись за победу в трех дисциплинах – лыжные гонки, шахматы и пулевая стрельба. Спортивный дух царил на всех участках спортивного фронта. Два дня состязания были расписаны буквально по минутам. Хорошие результаты показывают наши ребята, потому что все-таки атомоохрана – это плотно связано со спортом. Ну и вообще интересно соревноваться. Организаторы отметили высокий уровень спортивной подготовки сотрудников, но заслуженные награды получили сильнейшие. Некоторые спортсмены несколько раз поднимались на передастал почета. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин